Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, по традиции, мы с вами начинаем видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 27 июля и киевское время 19 часов. Обстановка, в принципе, обстановка, ну за исключением новостей. Новостей много по обстановке, но в общем обстановка пока существенных изменений не претерпела. Но начать хочется не с оперативной обстановки, а с того, что сегодня в Украине отмечается день медицинского работника. Это ангелы-хранители наших военных, которые спасают им жизнь. И не только военным спасают жизнь и простым гражданам, лечат нас в повседневной жизни. И поэтому хочется их поздравить с этим профессиональным праздником, пожелать сил, здоровья и крепких нервов. Потому что на фронте ранения бывают разные, и медикам приходится с ними работать, оказывать помощь нашим. И мы и благодаря нашим и волонтерам, и военным, и всем, кто при медицине, и медикам, мы создали такую систему, наверное, одну из лучших. Когда у нас в ранеными в первый час, в этот так называемый золотой час, оказывается необходимая помощь. У нас 82% раненых и больных военнослужащих возвращаются в строй, а смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%. То есть буквально 1% этих самых раненых умирает на этапе эвакуации, остальных спасают. И они остаются живыми. Поэтому вот с такой приятной новостью хотелось бы начать сегодняшний видеообзор. Ну а обстановка на линии фронта сложилась так. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские войны закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерии, выявленным целям противника, и осуществляют меры контрбатарейной борьбы. В Старомайорском за прошедшие сутки, мы говорим с вами за прошедшие сутки, за сегодняшние мы чуть-чуть поговорим позже, по той информации, которая льется сейчас с очень многих источников, ну в основном средств массовой информации от Генштаба, пока никаких данных по сегодняшней ситуации не было. Поэтому за прошедшие в Старомайорском мы имели успех, закрепляемся, продвинулись вперед, закрепляемся на достигнутых рубежах. В то же время враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение своих подразделений и войск, и активно применяет резервы, что нам и было нужно. На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия, севернее и южнее Бахмута. Вот, по воздушной обстановке, за прошедшие сутки, вчера, ну вчера была такая, я бы сказал, нестандартная ракетный удар, обычно ракетные удары происходят ночью, где-то ближе под утро, начинает работать ПВО, и мы отражаем ракетные удары врага. А тут вчера, в первой половине дня, враг решил, поднял стратегическую авиацию, было поднято 12 самолетов Ту-95 МС. Некоторые администрации, военные сообщают о том, что были еще подняты в воздух МиГ-31, но воздушные силы не дают никакой информации по МиГ-31 и по применению калибров, точнее кинжалов, извините, кинжалов и баллистических ракет, вот, до сих пор числится в воздушных силах, в пресс-центре, что по кинжалам информация уточняется. Ну, в общей сложности, вчера было применено 36 ракет. 36-33 было ракеты Х-101, Х-555, это с 12 Ту-95, которые с акватории Каспийского моря вели пуски ракет, проводили, и три ракеты Калибр, которые были пущены с подводного носителя, с подводной лодки с акватории Черного моря. 36 ракет были сбиты силами противовоздушной и противоракетной обороны вооруженных сил Украины. Но сегодняшняя ночь, что не сильно отличилась, но тоже была неспокойной, и ночью, сегодня ночью, Рашистская Федерация атаковала с юго-восточного направления Украину ударными беспилотниками, и тоже были крылатые, зафиксированы крылатые ракеты. Всего зафиксировано два пуска крылатых ракет Калибр с подводной лодки из акватории Черного моря и восемь иранских дронов типа Шахет-136 с направления Приморско-Ахтарска. Калибр атаковали портовую инфраструктуру Одессы. К сожалению, сбить эти ракеты не удалось, ПВО не справилась с ними. И есть повреждения и пострадавшие в портовой инфраструктуре города Одессы. Все восемь запущенных врагом Шахедов были уничтожены силами и средствами воздушных сил обороны. Причем дроны уничтожались и как на юге Украины, так и в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей. За минувшие сутки воздушные силы Украины нанесли 11 авиационных ударов по вражеским объектам и местам сосредоточения личного состава и военной техники оккупационных войск. За прошедшие сутки враг нанес 49 ракетных ударов, 37 авиационных ударов, совершил более 63 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по населенным пунктам в прифронтовой полосе. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой. За прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений на линии фронта. На Волынском и Полесском направлениях здесь оперативная обстановка без существенных изменений, она стабильна и контролируема. Формирование ударных группировок на территории Беларуси мы не наблюдаем. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более чем в 25 населенных пунктах Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На авиацию на Слобожанском и Северском направлениях за прошедшие сутки ни противник не применял. Купенско-Лиманское направление. Здесь обстановка остается тяжелой. Противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского и в районе южнее Дебровы Луганской области. Ситуация на отрезке в районе Кармазиновки более-менее стабилизировалась. Враг остановлен и мы принимаем меры к дальнейшей ее стабилизации. Но в общем противник продолжает атаковать наши позиции и пытается продавить нашу оборону. Бахмутское направление. Здесь защитники отбили атаки в районе Хромового и Восточной Дружбы. А также Северные Клещиевки. Враг попытался атаковать наши позиции. То есть они там где хотя бы немного мы останавливаем наше наступление, они тут же начинают контратаковать наши позиции. Поэтому практически что на Купенском-Лиманском направлении, что там мы не атакуем, там мы просто сдерживаем оборону. А вот на Бахмутском направлении, как я уже неоднократно говорил, тут мы пытаемся, тут практически, вот видите, уже в районе Клещиевки есть попытки ведения встреч, фактически встречного боя. Мы атакуем и они атакуют. Но при этом все равно мы имеем успех и вот у нас опять же Андреевка, Курдюмовка и Клещиевка, вот три ключевых момента, где мы ведем активные наступательные действия. Имеем успех, особенно в районе Клещиевки, севернее они попытались нас контратаковать, южнее Клещиевки мы начинаем двигаться вперед. Вот такие вот качели происходят на Бахмутском направлении, или происходили за прошедшие сутки. Авдеевское направление, тут мы отбиваем атаки, линия фронта без изменений, все атаки врага отбиты, хотя враг просто постоянно продолжает атаковать. Они на Авдеевском направлении хотят найти слабое место в нашей обороне, поэтому атакуют беспрерывно. Марьинское направление, то же самое, атаки в районе города Марьинка, все были отбиты, противник успеха не имел, линия фронта осталась без изменений. На Бердянском направлении, тут противник предпринял попытки восстановить утраченное положение, то есть в районе Старомайорского. То есть они контратакуют. Ну в принципе, я вам вчера говорил, это предполагалось, что они будут контратаковать, будут пытаться, потому как Старомайорское является, ну таким, я бы сказал, ключиком к дальнейшему продвижению наших войск. Если мы освобождаем Старомайорское, дальше мы можем двигаться более решительным темпом и на более широком фронте. Так что вот здесь такая вот ситуация. Также ожесточенные бои идут в районе Работиного, но там пока что изменений в линии фронта нету. Ну посмотрим, что будет к концу сегодняшних суток. Запорожское направление. Ну вот здесь очень много информации, очень началось с Нью-Йорк Таймс, которая написала, газета Нью-Йорк Таймс, которая написала, что Украина вступила в новую фазу войны и мы наконец-то приступили к массированному контрнаступлению. То есть мы начали движение войск и вводим в бой основные резервы. Ну я бы не спешил с выводами. Посмотрим какие резервы и что мы вводим в бой, какова ситуация на заборожском направлении. В Жен-Йорк Таймс пишет, что южнее Орехова мы в направлении Токмак начали прорыв обороны противника. С нашей стороны пока никаких, ну кроме вот того, что я вам вчера объяснял, что президент Зеленский в позавчерашнем вечернем обращении обратил внимание жителей Крыма, особенно которые приехали из Российской Федерации, о том, что пока мост стоит крымский, это их последняя надежда спокойно покинуть Крым. Без паники, вывезя свои вещи там и так далее и тому подобное. Потому что потом этой возможности уже скорее всего у них не будет. Вот. И анонсировал сегодня с утра, анонсировал, он проводил выездную ставку в городе Днепр, верховного командующего, и он анонсировал успехи на фронте. Но сказал, что детали мы услышим немножко позже. Поэтому пока ограничиваемся вот сообщениями западной прессы о том, что мы начали третью фазу, то есть развертывание резервов и начало масштабного наступления. На одном это будут участки, на нескольких участках. Пока сказать трудно, ну New York Times пишет, что на одном направлении Токмак, Мелитополь и, я так понимаю, Бердянск как минимум, а может быть и Мариуполь. Трудно сказать. Токмак, Мелитополь, пока так. Вот такая вот стоит задача. Далее, на Херсонском направлении здесь ситуация без изменений. Здесь идут артиллерийские дуэли с вражеской артиллерией. Вражеская артиллерия пытается обстреливать правый берег Днепра. Мы пытаемся вести контрбатарейную борьбу. За прошедшие сутки от Никополя до Херсона было обстреляно расистской артиллерией 35 населенных пунктов на всю глубину ее досягаемости. И был обстрелян город Олешки. Вот как интересно, он же оккупирован расистскими войсками. И наш плацдарм максимум доходит до поселка Дачи в районе города Олешек. Но тем не менее, российская артиллерия может по глупости, может непонятно по какой причине, но они обстреляли в том числе и Олешки, в том числе обстреляли поселок Дачи. Так что вот такая. Но плацдарм живет и процветает. Скажу так. На плацдарме ситуация стабильная, контролируемая нашими войсками. Но как дальше будет развиваться событие, тоже давайте наберемся терпения и посмотрим. Далее по оккупированным территориям. Следует отметить, что благодаря успехам вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения, то есть на линии фронта, город Первомайск, да, знаете, он оккупирован пока что, это Луганская область. Так вот, за прошедшие сутки, после боевых столкновений с вооруженными силами Украины, в город Первомайск поступило 109, в морг города Первомайска поступило 109 российских оккупантов, ну убитыми. Столько тел убитых было доставлено. А в центральной местной больнице, я не знаю, Первомайск, я не смотрел справку, насколько это большой город, так вот, ну я вам говорил, что все учреждения, которые можно оборудовать подвоенные госпитали, они оборудованы. Так вот, в местной больнице города Первомайск на лечении находится 730 оккупантов. То есть, я не представляю, какая-то такая больница на 730 коек должна быть в Первомайске. Вот, но тем не менее, видите, за практически, за несколько, за несколько суток, за сутки боя 109 убитыми, и, ну, я думаю, что 730 раненых накопилось за больший период времени, но сам факт, что эти раненые, и Первомайск, насколько я понимаю, он не очень уже и далеко от фронта. То есть, это прифронтовая полоса. Далее, медицинский персонал оккупированной больницы не успевает оказывать медицинскую помощь оккупантам, из-за большой нагрузки и нехватки обезболивающих препаратов. То есть, ну, медицинская помощь на уровне фельдшерского пункта. Максимум перевязка, минимум сочувствия, потерпи, потерпи, браток, как они говорят. Нравственно-психологическое состояние, естественно, крайне низкое, потому что они хотят вернуться в Российскую Федерацию, они хотят домой, ну, чтобы получить какую-то медицинскую помощь. Им в этом помощь им не могут оказать, из-за невозможности, отсутствия таковой возможности, так правильнее сказать. Нехватка персонала, нехватка препаратов. А отправить в Российскую Федерацию запрещено приказом. Так что вот такая вот у них печальная судьба, лежать на этих койках и ждать, ну, не знаю чего, у моря погоды. Но в Российской Федерации в это же время идут процессы вербовки, назвать это мобилизацией нельзя, идут процессы вербовки и на замену вот этим раненым и убитым новое пушечное мясо. И зафиксировано, что населенный пункт Шерстки Нижегородской области Российской Федерации в исправительной колонии номер 12 начался процесс сбора информации по военно-учетным и гражданским специальностям зэкам. То есть фактически мобилизационные мероприятия перенесли в исправительную колонию. Сейчас они сделают каталог по военно-учетным специальностям и просто их мобилизуют. Никто никого спрашивать не будет. Подпишут контракт и минимум на полгода улетят в состав частей и подразделений. Здесь их кадровые военные будут чморить, потому что они их не считают за людей. И мы уже об этом говорили, я вам рассказывал, что зэков так, знаете, как это, чтобы не испачкаться об них, палкой толкают вперед. Иди давай, иди в атаку сходи, разведай, где там, где украинцы сидят, обороняются. Вот примерно такое отношение. То есть, ну, и вот там же уже среди, это проводится, естественно, по запросу Министерства обороны Рашистской Федерации. И среди заключенных уже пошли слухи о принудительной мобилизации и отправке в Украину. То есть, ну, сарафанное радио сработало быстрее интернета. Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки, как я уже говорил, нанесла 11 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника. И два по его зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 районов огневых позиций артиллерии. Два пункта управления, один состав с боеприпасами, один район сосредоточения личного состава вооружения и военной техники. Еще три важные цели российских оккупантов. Всего за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали личного состава оккупантов 590 единиц. В технике ликвидировано танков российских 9 единиц, боевых бронированных машин 11 единиц, артиллерийских систем 18 единиц, беспилотников оперативно-тактического уровня 3 единицы, крылатых ракет уничтожено 40 единиц и 18 единиц автомобильной техники. Вот такой вот урожай собрали наши Силы обороны Украины за прошедшие сутки. И в общем вот такая вот военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Кстати не могу не отметить, наверное тоже это к военной обстановке относится. Вчера было сообщение о сбитии, точнее позавчера было сообщение о том, что наши морпихи сбили вертолет К-52. Вчера он уже попал в сводку, вот я вам говорил об этом. Так вот сегодня наша разведка выяснила, что оказывается это не просто был экипаж вертолета, а очередной сбитый вертолет с очередным расширским экипажем. Нет, оказывается в составе этого экипажа вертолета был полковник, некий полковник Табачников, командир 112 отдельного вертолетного полка, командир этого полка. Он погиб вместе с этим вертолетом. Так что еще один полковник минус в расширской армии. Ну и немного мы поговорим с вами о военно-политической обстановке, которая произошла в мире и вокруг нашей страны. В Нигере произошел военный переворот, военные взяли власть и свергли президента, он арестован. Президент проводил в принципе более-менее демократическую политику, старался держать вектор западного направления, просил помощи и совета у Запада. Куратором этой страны была Франция, самый большой удар будет это по Франции нанесли. А вот те, кто организовывал переворот, там два генерала, один из этих генералов, который сейчас могут, точнее полковник и генерал, полковник Абдраман, Амаду Абдраман и генерал Моди Салифа. Так вот, эти два офицера, которые возглавили мятеж, они записали видеообращение, вот Абдраман, Абдраман, точнее, записал обращение вместе с солдатами, сообщил населению, что переворот, выложили это в интернет. И либо он, либо вот этот Салифа могут занять место президента вот этой страны, Нигера. И соответственно, но выясняется, что генерал Салифа лучший друг промосковской хунты соседней страны Мали. А также очень хорошо сотрудничал с частной военной компанией Вагнер, там же в Африке. Так что, ну, можно сделать вывод с этого, что пророссийские силы пришли к власти и, скорее всего, там будет Вагнер. Может быть, об этом имел ввиду Пригожин или человек, похожий на Пригожина, который голосом похожего на... Точнее, человек с голосом похожим на Пригожина, потому что мы лица там не видели, который там выступал, якобы, перед вагнеровцами в Беларуси. И он там говорил о том, что они надо готовиться к большому делу. Вот, может быть, Вагнер сейчас возьмет и поможет хунте в Нигере захватить власть и установить. Самый большой удар в этом случае, чем это нас, кстати, чем нас может это коснуться? Почему? Потому что самый большой удар в этом случае получает Франция. Франция была куратором этой страны и, что самое главное, в этой стране большие залежи урана. А Франция ядерная держава. Во Франции очень много атомных электростанций. Соответственно, нужно топливо для этих станций. Они строят атомные реакторы. Нужно еще топливо. И фактически, если туда заходит Российская Федерация в лице Вагнера, то Франция теряет контроль над этой страной. И проблематично будет. Но я хотел, я говорю, в каком плане нас это может коснуться? В том, что в Украине самые крупные в Европе запасы урана. Так что мы вполне можем воспользоваться этим моментом и предложить свой уран для французской атомной энергетики. Ну, посмотрим, как дальше будет. И это все происходит... Президент не смог Нигера приехать на форум Россия-Африка. Кстати, на этот форум приехало всего лишь 30%. 17 представителей стран из 55 африканских стран. То есть, многие все-таки посчитали себя выше этого, чтобы не ехать в страну и не слушать лекции того, кто... человека, который... Во-первых, человека, похожего на Путина. Во-вторых, человека, на которого выписан международный уголовный ордер на арест за похищение детей. Вот. Но вот такая вот... Вот такая вот ситуация. Кстати, там на форуме Путин приторговывает зерном. Я так понимаю, нашим украденным. Обещает всем, кто лояльно будет, кто его будет любить. И лелеет по 25-50 тысяч тонн зерна без оплаты за транспортировку. Предлагает в качестве подарка. Это, кстати, к разговору о том, что блокада эта вся была приурочена именно к попытке передела мирового зернового рынка. У нас проходит форум проекта Армия Дронов. Этому проекту год, насколько я понимаю. И вот на форуме было две таких, я бы отметил, крупных события. Первое. На форуме засветился новый дрон, который построен по схеме утка. То есть у него основной корпус сзади, а впереди у него хвост, будем так говорить. Он летает, когда на него смотришь, задом наперед. И вот именно эти дроны были замечены в Москве, в небе Москвы. Вот эти дроны. И он вообще неизвестен. Никакого ни названия не назвали этого дрона, ни его тактико-технических характеристик. Единственное, что внешне этот дрон очень похож на те, которые были в небе Москвы и в Московской области. Аэродинамическая схема утка, я уже сказал, основной корпус сзади, часть управления впереди. Это первое фото, по сути, этого беспилотника. Данные об этом дроне не разглашаются. И учитывая вовлеченность в этой модели, то, что она была замечена в небе Москвы. Единственное, что мы можем сделать с вами вывод, что как минимум дальность у него 600 километров. Но что он, как он преодолевает систему РЭП и систему ПВО? Рашистской Федерации. Об этом мы можем только догадываться, созерцая его на видео, которое выкладывают жители Москвы после появления этих дронов в небе. И второе такое было, а это уже более официальная, более презентабельная сторона. Так что здесь интрига сохранилась. А вот второй дрон, Магура В5, это надводный дрон. Он был представлен во всей красе, открыты все его тактико-технические характеристики. И заявлено, что у него высота над ватерлинией всего-навсего 50 сантиметров. При длине 5,5 метра, в ширине 1,5 метра. Крейсерская скорость 22 узла. Умножайте на 1,8, получите километры в час. Максимальная скорость 42 узла, ну это почти 70 где-то километров в час примерно. Дальность действия дрона 833 километра, 450 морских миль. Полезная нагрузка, то есть головная часть или заряд, который он может нести, 320 килограмм. То есть такой солидный, солидный дрон. Фактически управляемая торпеда, дистанционно управляемая торпеда. Связь этого дрона идет по системе Мэш-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь. Ну, я пока не заглядывал, чтобы там раскрывать детали, но вот такой вот дрон представлен. То есть сейчас, видите, как общественное мнение сколыхнуло, слава богу, наше руководство, наше и политическое, и правительство в плане дронов. Министр трансформации Минцифры, точнее глава Минцифры показал 1700 дронов на фотографии, которые уже сегодня, там, вчера, сегодня передаются в вооруженные силы Украины. И сказать, ну, там, я вчера рассказывал, что правительство нашло 40 миллиардов гривен, 40 компаний, которые готовы, заключают договора или заключили уже договора с правительством, точнее с государством в лице правительства. И, ну, будем надеяться, что вагончик тронулся, толкнули, вагончик поехал с горки. Так что с дронами будем надеяться, ситуацию мы постараемся выровнять. Вот, но, у нас поддерживает, продолжает поддерживать Европа, мы получили шестой транш макрофинансовой помощи, это из тех 18 миллиардов, которые нам выделила Европа на год. Общая сумма уже 10,5 миллиардов мы получили. Вот, финансирование, это поддержка экономики страны и жизнедеятельности государства Украина. Далее, не Германия, а Rain Metal сделала очень приятное заявление, у них есть система ПВО Skynex. Это новое поколение системы ПВО, она идет на замену Гепардам. Она на колесной базе, она полностью автоматическая. Дальность обнаружения цели 40 километров, дальность поражения цели 4 километра. Боеприпасы программируются от 560 метров до 4 километров, ну да, на максимальную дальность. Точнее, нет, боеприпасы программируются на дальность цели, извините, перепутал, а вот начинка боеприпасов может состоять от 650 до 6000 субэлементов. То есть, это фактически кассетный боеприпас, который будет применяться для поражения цели. Работает она полностью в автоматическом режиме. И это следующее поколение уже на замену Гепардам. То есть, видите, Rain Metal идет вперед и считается, что Гепард это уже немножко устаревшая система. Хотя для нас это вообще супер-пупи. По сравнению с тунгусками, которые у нас были, с шилками, которые были еще, зенитные, эти самые, пушечные системы автоматические. Это, конечно, для нас новый свет и новый уровень. Организация Объединенных Наций пытается что-то делать, как говорил у нас один политик, моя молодая команда, что-то делает. Так вот, они пытаются что-то делать. И прошел год, завтра, кстати, печальная годовщина трагедии в Еленовке, где по меньшей мере погибло не менее 50 наших военнопленных. Это в колонии. Это в основном те, кто вышел из завода Азовсталь и сложил оружие по приказу Верховного Главнокомандующего. Которых должны были, насколько я понимаю, должны были обменять и вернуть домой. В качестве обмена пленными. Но до сих пор они, большая часть их, находятся в плену. И Организация Объединенных Наций год понадобился для того, чтобы признать тот факт, что трагедия в Еленовке не была вызвана ракетами «Хаймерс». Как это пыталась представить Российская Федерация, что мы «Хаймерсами» нанесли удар и вот убили своих военнопленных. Однако ООН до сих пор не удалось установить источник взрыва, произошедшего в ночь с 28 на 29 июля 22 года и гибель наших военнопленных. Ну вот такая вот, к сожалению, ситуация. Шойгу прибыл в Северную Корею, ну я так понимаю, как шапкой по кругу идет у России проблема с боеприпасами. Но Северная Корея это же не просто так, там самостоятельное государство, которое ощетинилось на весь мир. Нет, это игрушка Китая. Мы об этом с вами неоднократно говорили. И Китаю выгодно. На вопрос, возможно ли объединение Кореи, нет, потому что там три Кореи. Северная, Южная. Еще есть в Китае Корея, своя. Которая и Китай, пользуясь этим, ну в принципе он поддерживает постоянно Северную Корею. И Северная Корея является таким раздражителем, это соль на раму Азиатско-Тихоокеанского региона. Когда надо покачать ситуацию, Китай просит это сделать Северную Корею. Ну, и к чему я это говорю, что Шойгу прибыл с делегацией в Северную Корею, и туда же примчалась сразу же делегация из Китая. Сразу же. Для того, чтобы проконтролировать, что Шойгу будет просить, что ему давать. Вполне возможно, что будут, я не исключаю вариант, что будут прямые переговоры. Ну они будут числиться трехсторонними, но могут быть прямые переговоры китайской и российской делегации. Это очень плохо, потому что поставщиком вооружения в Северную Корею все равно является Китай. Все равно Китай. И если договорятся, допустим, что примут решение, что давать боеприпасы Северной Корее, давать боеприпасы России, то это боеприпасы, и пополнять эти боеприпасы будет Китай. То есть Китай должен будет восполнить запасы. Северная Корея не обладает никакими запасами, и там достаточно тяжелой промышленности для того, чтобы их выпускать. Вот в чем плохо. Это получается, фактически, Шайку поехал в Пекин договариваться о боеприпасах. Я бы так сделал вывод, вот такую бы линию завуалирована. Они поехали якобы в Северную Корею, но там две делегации, три делегации встречаются сразу. Китай никого не пустит в свою любимую игрушку азиатского региона. И Китай будет решать, что будет давать Северная Корея, а что не будет давать Северная Корея. Потому что это все равно с его складов, с его запасов. Но посмотрим, чем это закончится. Я думаю, что разведки нам сообщат, или западные, или наши. Так что, Северморский флот России, как я и говорил, готовится осуществить блокаду Черного моря. Они хотят заблокировать все судоходство и получить полный, организовать полный контроль. Но вот аналитики Института изучения войны, американского, который основывается на данных разведсообщества США, как правило, сказали, что вряд ли у России хватит сил и возможностей для того, чтобы осуществить блокаду. Что значит блокада? То есть, они должны выставить боевые корабли в районе Босфора, и все корабли, которые заходят в Черное море, подвергнуть досмотру. Представляете себе такую картину, да? Что Россия начинает досматривать корабли, которые, допустим, идут с грузом в Турцию, в Тужи. У Турции есть порты на Черном море. Здесь основная промышленность Турции сосредоточена на севере. Ну, для Турции Черное море. Это север. В Румынию, в Болгарию. Вот такая вот картина. То есть, Румыния, все три страны, Румыния, Болгария и Турция являются странами-членами НАТО. Это первое. Ну и второе, аналитики говорят, что просто физически Черноморский флот не в состоянии организовать такую блокаду. Но досматривать суда, я думаю, что вряд ли им кто-то позволит. Так что, вот такая остается, что остается Грузия и Российская Федерация. Вот будет наших, у нас портовая инфраструктура нарушена. Пока мы ее восстановим, я думаю, никаких отгрузок в портах речи быть не может. Так что, скорее всего, Россия будет досматривать, если верить институту изучения войны американского, Россия будет досматривать грузинские суда, суда, которые идут в Грузию и которые идут в Россию. Вот такая вот... Но, тем не менее, они грозятся, уже даже выставили разведывательный катер. Вчера я говорил вам об этом, в районе Босфора, который там наблюдает, сколько каких кораблей, судов точнее, заходит в акваторию моря. Очень интересная, ну, в БРИКС приближается, саммит БРИКС. И, соответственно, на который не едет Путин. Я рассказывал, сколько копий сломано. В конечном итоге, ЮАР официально запросила ордер в письменном виде у Международного уголовного суда. Суд предоставил этот ордер. Они его положили на стол. И, соответственно, Путин просто теперь физически не может ступить на землю Южноафриканской республики. Потому что будет арестован согласно этого ордера. Поэтому они как бы сняли. Но, там же продвигалось один из вопросов БРИКС, саммита. Это введение единой валюты в странах БРИКС. Для чего? Для того, чтобы отвязаться от доллара, от евро. Ну, раздел финансового рынка. Вы себе, мы себе. У нас своя свадьба, у вас своя свадьба. Вот по такому принципу. Так вот, новый банк развития, созданный странами-участницами БРИКС. Ну, естественно, они же все взносы в этот банк делают. И, соответственно, банк финансирует проекты в различных странах, членах БРИКС. А иногда по решению саммита и в других странах они вкладывают свои деньги. Вот. Так вот, этот банк, несмотря на то, что он был создан участниками БРИКС, отказался от новых проектов на Российской Федерации. Из-за санкций Запада. Агентство Reuters со ссылкой на главу банка Русеф. Дилму Русеф, глава банка. Банк НДБ называется. Он сказал, что мы не хотим нарушать правила международные. И из-за того, что на Российскую Федерацию наложены санкции, банк не будет финансировать ни одного проекта на Российской Федерации. И капитал его 100 миллиардов. Основан он Бразилии, России, Индии, Китаем, ЮАР в 2014 году. Деятельность банка сфокусирована на финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-участниках БРИКС и развивающихся странах. То, что я вам сказал. Санкции против Москвы в ответ на масштабное вторжение в Украину сделали банк токсичным в глазах инвесторов. Поскольку 20% уставного капитала этого банка принадлежит Российской Федерации. Так они не только отказались от проектов, они еще и стали токсичными. То есть инвесторы не хотят кредитоваться в этом банке из-за того, что там присутствует в уставном капитале 20% акций принадлежит Российской Федерации. Вот такая вот история. Так что Россия и здесь на этом саммите БРИКС получается, что сильно просаживается в финансовом отношении. Договорятся они там о новой валюте или не договорятся, трудно сказать. Но в любом случае ситуация складывается таким образом, что им легче Россию выгнать. Чтобы дальше БРИКС как организация могла сотрудничать на международном уровне с другими такими гигантами. Ну кто у нас там? Банки Федеральной резервной системы США допустим. Или Европейский банк, Центробанк, который держит евро. То есть вот с такими крупными организациями. Ну и в заключении коротенькая новость о том, что я даже не стал его обсуждать. Вы от меня это не слышали. Что издание Билд опубликовало какой-то супер-пупер секретный, совсекретный, закодированный, зашифрованный доклад о том, что мы плохо воюем. Наши вооруженные силы не так и не научились воевать, не умеют воевать. Набрали там какой-то список экспертов, не знаю, никогда и ранее не слышал о них. И сказали, что это вот секретный доклад Министерства обороны ФРГ, который был якобы случайно слит журналистам. И вот такие эксперты составили этот доклад. Ну и там, я вчера так вскользь коснулся, троллил и в других интервью я говорил, прусская система. Это я имел ввиду вот этот доклад в качестве троллинга, что прусская система всегда подразумевала муштру на плацу и строевой шаг. Кстати, он у нас был до, по-моему, 18-го или... да, в 18-м году мы отменили этот прусский шаг строевой. Вот. Что надо построиться рядами и колоннами, развернуть знамена и пойти в атаку. Вот тогда это считалось бы, согласно этому докладу, тогда бы это считалось, что мы освоили обучение западным стандартам. Ну, видимо, Германия действительно свернула бундесвер очень сильно, что они отстали от военной науки даже внутри самого НАТО. Кстати, наши вооруженные силы, как смешно выглядит, что наши вооруженные силы обучались именно натовскими инструкторами. И нас обучали именно на тактическом уровне. Не на оперативно-тактическом, не на стратегическом, а на тактическом уровне. Именно война мелкими группами. То, что критикуется в этом докладе. Понимаете, это бундесвер, и надо бундесверу вернуться в военную науку НАТО и почитать современные стандарты. Но, видите, оказывается, бундесвер ни при чем. Министерство обороны ФРГ официально отрицает существование этого доклада с критикой метода введения войны вооруженных сил Украины. Они говорят, что этот доклад, они даже не хотят его комментировать, потому что считают, что его не существует. В ведомстве, в Министерстве обороны этого доклада нет. Документ у них отсутствует. Так что, вот такая вот приключилась история. На этом мы с вами первый раздел нашего видео закончим. О военной и военно-политической обстановке я по традиции сделаю паузу. Вас так по традиции призываю подписаться, те, кто еще не подписан на мой канал. Поставить, те, кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, это ответы на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет прозвучить следующим образом. Вопрос. Что такое БРК? Какие они бывают и могут ли помочь защитить украинские порты? БРК-то, насколько я понимаю, это береговой ракетный комплекс. Ну, тем более, если вы говорите о защите портов. Ну, они бывают разные, БРК. Все зависит от дальности, огневых возможностей этого берегового ракетного комплекса. Например, у нас они есть. У нас они представлены двумя ракетными комплексами береговыми. Это Нептун, наш отечественный, с дальностью пуска, там, гарантированных 185, ну, мы говорим до 200 километров. И Нептун, ой, извините, Нептун, наш отечественный. И Гарпун, который нам предоставила Великобритания. Она адаптировала этот комплекс к пускам суши. Потому что это было морское базирование, на кораблях он устанавливался. Но он тоже с дальностью пуска до 20 километров. Вот что это такое. Еще один вариант берегового ракетного комплекса, это Бастион у Рашистов. Это тот самый комплекс ракеты П-800 Оникс, которыми обстреливают Одессу. То есть, этот комплекс может наносить удары, ну, если ракета адаптирована, то она может наносить удары как по суше, так и по морю. По морю она поражает, в том числе, и движущиеся цели. То есть, надводные цели. Надводные. Но вопрос же не в защите портов. Порты мы можем защитить. И эти комплексы помогают. Они не допускают вражеские корабли. И, кстати, вот крейсер же Москва попал в зону поражения комплекса «Нептун». И, соответственно, двумя ракетами он был потоплен в зоне досягаемости комплекса. Вот вам, пожалуйста, яркий пример. Были еще там удары по кораблям в районе Одессы. Тоже там они, правда, мы там никого не потопили, но они получили повреждения. И некоторые даже буксировались к месту, в свои порты. В частности, в Новороссийск, например. Так что вопрос же не в этом стоит, защитить порты. Вопрос стоит в том, чтобы небо закрыть над портами. У нас проблема с небом. Да, авиацию мы отбили, Российскую, она сегодня не летает в наше небо. И не бомбит, за исключением сброса кабов, этих управляемых бомб, в прифронтовой зоне. А ракеты, нужна противоракетная оборона в Одессе. Понимаете? И не только, это во всех городах. И в Николаеве нужна, и в Херсоне нужна, и в Запорожье, и в Днепре, и в Харькове. В Сумах нужна, потому что туда ракеты. В Мельницком, в Веннице, понимаете? Во многих. Нам надо закрывать небо полное. Это комплексная государственная программа должна быть. Вот что нам должно защитить порты. Сегодня это может быть объектовая защита, если нам наши партнеры дадут такие комплексы противоракетные, которые защитят нас от баллистики. С крылатыми мы, слава богу, научились кое-как бороться. А вот, и даже не кое-как, а более-менее эффективно. А вот с баллистикой, ну это беда у нас, с баллистическими ракетами. Тем более, даже старыми советскими. «Оникс» это советская ракета. Ее клепал еще Советский Союз. Ха-22 это советская ракета, ее клепал еще Советский Союз. Поэтому нам нужны противоракетные комплексы, а не береговые ракетные комплексы. Береговые ракетные есть, они дежурят. И как только, вот кстати, недавно, когда были заявления по Черному морю, президент сказал, что все, что попадет в зону действия комплекса, будем топить. Имеется ввиду рашистских кораблей. Следующий вопрос. Можно ли повредить военный корабль или судно с ПТРК «Стугна»? Например, установить ПТРК на надводный дрон и подойти до цели на расстоянии 5 километров. Думаю, что можно повредить грибные винты или капитанский мостик. Смотрите, катер можно повредить, танк можно повредить «Стугной». Но корабль, кораблю «Стугна» шоуку с комара. Вот поверьте. Очень слабенький заряд. Торпеда имеет как минимум 500 килограмм тротила в своей головной части. Торпеда. И то не каждая торпеда лишает судна плавучести. Понимаете? Надо еще попасть в такое место. Это нам просто повезло, что, допустим, «Нептун» попал в наш боезапас и произошел внутренний взрыв на крейсере «Москва». А вторая ракета ударила ниже ватерлинии, и поступление воды остановить было невозможно. Все. Вот вам два фактора. Детонация боезапаса внутри корабля и поступление за бортной воды, которую нельзя остановить. Все. Корабль потерял плавучесть и утонул. Лег на левый борт и утонул. А стугна, ну что она, там у нее, по-моему, 10 или 12 килограмм заряд. Да, кумулятивный заряд. Да, она борт пробьет. Но стугна не плавает. Точнее, стугна плавать не умеет. Понимаете? Она будет лететь над водой. Грибные винты находятся ниже ватерлинии. Вы только у сухогрузов больших суден можете видеть гражданских. Когда они полностью разгружены, вот тогда они стоят, и у них видно половину киля над водой, и краешки, краешки только грибных винтов выступают из воды. Поэтому повредить грибные винты стугной нет. Это невозможно. Для корабля стугна, это укус комара. Попасть в рубку управления на корабле, ну, теоретически это сделать можно. Но при этом надо, смотрите, надо держать стуг наш ПТУ второго поколения, полуавтомат. А стугна летит туда, куда оператор направляет перекрестие прицела. Надо держать перекрестие прицела на той точке, и в эту точку ударит ракета. Вот так, такой принцип работы стугны. Если бы мы успели сделать из нее ПТУ третьего поколения, который работает по принципу пустил и забыл, вот тогда, да, тогда можно было бы. Ну и плюс, смотрите, как Россия научилась на своем опыте, научилась бороться с морскими дронами. Вспомните тот же Сухов, Иван Сухов, разведывательный корабль, который из трех дронов, ну, как минимум два, один только дрон, дошел до корабля и повредил. И то там дрон, в котором там как минимум килограмм 150 было взрывчатки, и то он пробил борт, корабль получил повреждение, но своим ходом дошел до ремонта. До своей, до порта приписки. Понимаете, то есть, нет, стуг на это слишком мелко и слишком мало. Вопрос про коррупционеров в военкоматах. Означает ли это, что если в военкомате нашли коррупционеров, что автоматически будут проверять всех граждан, которые получили белый билет, отсрочку, бронь, ограниченная по подлежащей мобилизации? Думаю, что да. Из логики проверки это вытекает, и это, безусловно, должен быть фактор. Если в военкомате найдена коррупция, связанная с мобилизацией особенно, то 100% надо проверять всех, кто получил отсрочку или бронь. Так что тут даже нету сомнений в этом, что комиссия должна комплексно проверить военкомат. Ну, как любое предприятие, если аудит начинается, то он идет, начиная от директора, заканчивая последним рабочим, последней железячкой или последней деталькой на складе. Иначе какой смысл по верхушкам поскакать и все останется на месте? И да, это может с собой повлечь за собой полную проверку, должно повлечь за собой полную проверку вот этих списков всех, кто получил отсрочку. Как вы думаете, чему россияне выкористали для высадки самый аэропорт Гастомель, а не Бориспель, а Божуляны? Чие в цьому якась политичная складова, че тільки с военной точки зору было бы краще? Дякую вам за відповідь. Дело в том, что события... Почему Гастомель? Потому что это самый ближний к Киеву крупный аэропорт. Гастомель, он как грузовой порт. Там большие стоянки, там большие площади. Почему? Потому что в самолет Мрия для него надо было и место, и там же научно-исследовательский центр Антонова. Это ж их. И именно поэтому, на мой взгляд, он немного в стороне от Киева, то есть предполагалось, что там войск особо не будет. И, кстати, там по какой-то причине оттуда войска ушли за неделю, по-моему, или за две до вторжения массированного. Но это мы будем после войны задавать эти вопросы и будем стараться получить на них ответ. Поэтому там очень высадка десанта с вертолетов. Они должны были захватить аэропорт, обеспечить прием, развернуть наземную аппаратуру для приема самолетов. И потом туда должна была высадиться, например, десантная дивизия. Ну вот помните, я думаю, что этот вопрос отрабатывался в январе месяце российским десантом в Казахстане. Когда они высаживались и 75 самолетов-рейсов обеспечивали переброску 3000 десантной бригады, не дивизии, а бригады. 3000 человек с техникой, с легкой колесной техникой, с легкими бронемашинами, но не с тяжелой техникой. Вот примерно такая же операция, на мой взгляд, должна была быть в Гастомеле. Следующий должен был быть, по идее, аэропорт Жуляны, но там мог быть, он скорее всего мог быть вторым. Почему? Потому что им надо было полностью подавить ПВО и быть уверенными, что там, ну Киев-то, понятно, будут оборонять. И поэтому именно Гастомель. Борисполь далеко, очень далеко от Киева, и там высадка, они, кстати, ну слава богу, Борисполь, наверное, как международный аэропорт, все-таки, все-таки они его побоялись тронуть, и он более-менее, более-менее у нас, я так понимаю, защищен. Вот, так что, вот почему, на мой взгляд, вот почему Гастомель. И вот, судя из рассказов наших военных, как защищали, как они пытались высадиться, москали на этот аэродром, поэтому и... Потом же вторая попытка была соседней, в Василькове, это же рядышком. Там военный аэродром. Вот они пытались туда высадку организовать, но им нужно было вот эту бригаду спецназа или десанта сюда высадить, для того, чтобы начать захват административных зданий в Киеве, захват самого Киева. Я не думаю, что они предполагали, они вообще не планировали в Киеве вести уличные бои, они думали, что они заедут на спецназ или десант заедет на машине или на бронемашинах, и все, и тут Киев встретит их чуть ли не с хлебом солью. Олег, какие средства разминирования и проделывания проходов в минных полях западного образца есть у вооруженных сил Украины? Я помню, были системы ВСР-1, ВСР-2, выстреливался рукав, заполненный взрывчаткой на 200-500 метров и детонировали мины. Что сейчас? Все то же самое. Все то же самое. У нас есть американская система, но у нас нету машина разминирования Метеорит УР-77, у нас ее нету, у нас были еще старые советские модификации этой машины, но их было очень мало. И нам, Соединенные Штаты Америки, дали свою систему, точно такой же рукав, она мощнее советской и мощнее российской системы. Она на прицепе, это полуприцеп одноосный, имеет два заряда, то есть два выстрела. Единственное, что ее 200-500 метров нет, это вы уже перегнули, она летит, по-моему, там 200 метров точно летит. У нее длина рукава 100 метров, у советской 90 метров, и ширина подрыва, то есть прохода, который делается в результате подрыва, в американской системе составляет 8 метров, в советской системе или в расистской составляет 6 метров. И, кстати, у расистов, как всегда, они считают, что у них вооружение бездонная бочка, и они поэтому придумали, мы тоже, я так понимаю, что пользовались этим вариантом, они придумали использовать этот метеор для выбивания наших бойцов из позиций. Они забрасывали эти рукава на наши позиции, чтобы выбить наших солдат. Шнур детонировал, там очень мощный взрыв детонационный, вот даже такое применялось. Но, еще раз повторюсь, у нас американская система вот с такими параметрами, как я назвал. Длина 100 метров прохода, ширина 8 метров прохода. Два заряда на одном полуприцепе, таскает их за собой бронемашины. Война и рано или поздно закончится. Украинские военные бойцы вернутся домой. И останется у каждого злость, ненависть, срывы будут. И на жен, и детей срываться будут. На матерей, и отцов, на братьев, и сестер, на родственников, на лучших друзей, подруг, и, в конце концов, на мирных людей в Украине. Вопрос. Не настают ли для нас страшные времена, небезопасно ли будет? Ведь у каждого пистолет и граната будет, и это не гарантирует безопасность Украины. Как будет влиять обстановка послевоенная? Вот я специально взял этот вопрос, вот это чисто российский нарратив. Чисто российский нарратив. То есть, по принципу этого вопроса, то нашим военным не надо возвращаться с войны. Потому что они здесь устроят нам вырванные годы. Нет. Сколько войн не кончалось? Во-первых, оружие никто домой с собой не повезет. Все оружие сдается в воинских частях. Как получается, так и сдается. Никаких гранат, ничего. Есть правоохранительные органы, есть командиры, есть военная служба правопорядка, для того, чтобы не допустить утечки оружия и боеприпасов из зоны боевых действий. Все это организовывается. И кто вам сказал, что эти люди придут озверевшими, потерявшими всякий страх, или приобревшими безграничную безжалостность и жестокость? Нет. Да, будут люди, у которых останется посттравматический синдром. Но это будет небольшой процент. Основная масса возвращается в социум, в свой, в семьи, к детям, к женам, к родственникам. И отдельные случаи могут быть. Но для этого у нас существует медицина, для этого мы будем организовывать вот эти реабилитационные центры. Но это не будет носить массовый характер. Поэтому прекратите разгонять российский нарратив. Пусть наши военные все возвращаются с войны. Мы их всех встретим. И кому какую помощь нужна будет, тому окажем. Но поверьте, человек не теряет человечности. И после войны, даже если там, на войне, он совершает жестокие поступки для того, чтобы защитить нас и спасти себя, то по возвращении в социум, именно общество, окружение человека формирует его качество и его характер поведения. Если он не может вписаться в социум, это отклонение. Вот тут уже нужна медицинская помощь. А если он возвращается в свою семью, в свой дом, то да, чиновники будут вызывать раздражение. Вот, кстати, для них это проблема. Потому что у этих людей будет обостренное чувство справедливости. И любую несправедливость, проявление коррупции, проявление превышения полномочий служебных. И я так решил. Могут местные советы или местные руководители, и чиновники большие могут также заявлять. Вот здесь, да, для них это будет огромная проблема. А для социума наоборот, они будут пассионарно настроены, они будут стремиться к тому, чтобы изменить жизнь в Украине в лучшую сторону. Поэтому нет, прекращайте провокации с вот этими нарративами. Пусть они лучше не возвращаются с войны. Ни в коем случае. Что будет, если какие-то из морских мин додрейфуют, например, до Турции или Болгарии, и на ней подрывается их корабль? Чем вважается цена нападом на ту краину? Нападом кого? Мины? Как вы определите? Дело в том, что это будет неумышленный подрыв. Неумышленное повреждение имущества. Если оно не вызовет, если это будет авария. Знаете, что авария это без гибели людей. Катастрофа это с гибелью людей. Так вот, кстати, эти уже были. У турецкого берега морская мина после шторма прибилась. Ее расстреляли, она взорвалась. Так что это уже происходит. Это, кстати, формирует позицию стран Черноморского бассейна в отношении России. Потому что Российская Федерация ставит эти минные поля и затрудняет, и подвергает опасности все страны бассейна или любое судно, которое заходит в акваторию Черного моря. Но считаться нападением на страну не будет. Во-первых, надо доказать, чья это мина. А взрыв в море, где в осколки соберете? На дне? Но даже если вы найдете какой-то осколок с серийным номером и докажете, что это мина, допустим, из Российской Федерации, то предъявить претензии здесь неумышленное. Скажут, что мина стояла где. Не знаю. Они могут сказать все что угодно. Вы же понимаете. Поэтому это, на мой взгляд, недоказуемо. Не знаю, может юристы оспорят мою точку зрения. Но я считаю, что, во-первых, это недоказуемо. И в данном случае, может быть, и можно. Но я думаю, что очень тяжело будет в суде доказать вину Российской Федерации в плане того, что их мина повредила. Хотя, наверное, может быть, суд и сможет это доказать. Потому что у нас, во всяком случае, вообще система в мире построена таким образом, что частная собственность считается священная корова. Мы, кстати, из-за этого не можем начать конфискацию активов Российской Федерации. Потому что частная собственность. Очень многие активы находятся в частной. Не в государственной, а в частной собственности. И вот их изъять очень проблематично. Никто не решается поднять руку. И здесь может быть так же. Если чье-то будет судно, то судовладелец, конечно же, подаст в суд. Докажет он вину расистов или не докажет, это уже вопрос будет второстепенный. Но нападением страны на страну это не считается. Я много раз задавал вам этот вопрос, но вы на него мне так и не ответили. Какова начальная скорость современного танкового снаряда и какая толщина лобовой брони у «Леопарда» с уважением Михаила из Подмосковья? Ну, начальная скорость танкового снаряда колеблется где-то в районе 1000 метров в секунду. Вот такая скорость. Там, допустим, у подкалиберного снаряда у него 1200 может быть метров в секунду начальная скорость. Потому что он легче и меньше по диаметру. И обтерирующее кольцо или направляющее кольцо, которое ведет его по каналу ствола, оно еще имеет отверстие в этом. Так что там давление пороховых газов не надо такое полное, чтобы там выбросить. У него есть самая большая скорость. У осколочного фугасного снаряда самая маленькая, она может быть где-то 900 метров в секунду. Потому что он тяжелый, он такой, как поросенок. Там где-то 22-23 килограмма, ну в зависимости от калибра, где-то в районе 20 килограмм он весит. Так что вот такая вот скорость. Это позволяет танку стрелять на прицельную, дальность прямого выстрела где-то держать на уровне 2 километров. Вот считается, что прицельная дальность, то есть прямая наводка у танка до 2 километров. Вот даже в учебниках пишут, что если танки подошли на дистанцию прямого выстрела, то есть ближе 2 километров, то все, с ними бороться очень тяжело. Потому что они ведут прицельный огонь по обороняющемуся противнику. Вот такая вот. Ну а броня Леопарда, ну вы так написали, начинается она от 50 миллиметров, если взять Леопард-1. Вот кстати Леопард-1 он был такой, из всех танков был самый легкий, там начиная с первой версии. Бортовая броня у Леопарда вообще 30 миллиметров. Лобовая была 50, потом 75, потом она ставилась под углом, более острым. А современная броня у Леопарда 2, допустим версии А6, она идет многослойная и с активной защитой. Поэтому если брать в эквиваленте, то она примерно равна 1 метру. С учетом бронепробиваемости снарядов, то где-то броня Леопарда лобовая, ну в эквиваленте еще раз повторяю, может быть 900 тысяч миллиметров. А так в жизни она там, она предела где-то 10 плюс-минус там сантиметров, плюс сверху еще может быть накладные бронеплиты, потом сверху может быть еще активная защита, активно-реактивная броня устанавливаться на этот танк, что она и делается. Так что будем так говорить, она комбинированная, многослойная. Вот так можно сказать. Олег, вы говорите, что Патриот может вести 125 целей и одновременно сбить 12. Я так понимаю, слово вести это видеть, понимать и просчитывать, как и где комплекс может сбить любую из 125 целей. А вот пуск одновременно 12. То есть предположим летит рашистские 24 ракеты, Патриот видит все, понимает, но 12 он уже физически пропускает. Или есть какие-то дополнительные пусковые установки, чтобы пустить следующие 12. Или нужна только перезарядка. Спасибо и победа обязательно за Украину. Смотрите, дело в том, что он одновременно может поражать. Это значит, что система, компьютер просчитывает все цели, определяет те, которые первоочередные, которые, допустим, ближе всех, или которые легче всех поразить, или которые могут вот-вот уйти из зоны поражения, пройти точку встречи, пролететь. Вот он по мере приоритетности, компьютер определяет порядок уничтожения. 12 ракет готовых, закладывается дальность, там же принцип какой у Патриота, он одна ракета, одна цель. Он контактного действия. У него есть ракеты без контакта, есть контактного действия. У нас противоракетный вариант, у нас ракета контактного действия, то есть прямого попадания. Поэтому для того, чтобы она правильно корректировалась, ей надо задать точку. Куда она должна прийти, чтобы ударить в ракету противника. В данном случае, допустим, в крылатую ракету Рашиста. Как только ракета ушла, канал освободился в компьютере. И его занимает место следующая цель. Пусковых установок в батарее, в комплексе Патриот, вот у нас, например, 8, по 4 ракеты, 32 ракеты. При этом Патриот имеет способ контейнерного заряжания. Не надо засовывать каждую ракету в контейнер. Нет. Контейнерное заряжание. То есть пусковая установка отстреляла свои 4 ракеты, подходит сразу транспортно-заряжающая машина, снимает отстрелянные контейнеры и ставит новые. Прямо на стартовой позиции. Если интенсивность боевых действий очень высокая. Никто никуда не уезжает. Может все осуществляться. Или, допустим, в целях безопасности, если достаточно ракет для поражения тех целей, которые уже обнаружены, то пусковая сворачивается и уезжает в район заряжания. Потом возвращается и занимает позицию. Либо, ну, как правило, другую уже. Для того, чтобы не повторяться, чтобы туда не прилетела какая-то ответка. И вот этот процесс отстрела ракет, взятия на поражение следующей цели. Перезарядка пусковых установок. Он происходит постоянно. В Соединенных Штатах в противоракетном варианте 9 пусковых установок в батарее. Не 8, а 9. 36 ракет, одна батарея имеет в варианте ПАК-3. И 9 батарей имеет дивизион. Посчитайте, какое количество. То есть, если дивизион становится в кольцо, как они раньше, ПАК-2 и ПАК-1, 6 батарей становились в кольцо и считалась непробиваемая система. Только она тогда была, еще начиналась она с зенитной артиллерии. Вот, потом уже пошли ракеты и все остальное. Вот так вот работает этот процесс конвейерный. Поэтому 24 ракеты. Вспомните, вспомните волны по 70, по 80, 90 ракет. Больше даже, 92, по-моему, 96 было. Это был рекорд Рашидской Федерации в ноябре-декабре прошлого года. Когда у нас были блэкауты. Били, били, сбивали, сбивали по 60, по 70 ракет из 90, вспомните. Так что, все нормально, все хватает. Почему никто не бьет по железнодорожному мосту через Армянск в Крыму? Это же важный узел, он ближе, чем Крымский мост. И там тоже ездят железнодорожные составы с боеприпасами и горючей смазочной материалой. Подпитывая, как минимум, левый берег Днепра. Ваш зритель из временно оккупированной фашистами России. Дело в том, что, я так понимаю, что пока что решения на эту инфраструктуру, на ее уничтожение нет. Мы уничтожаем то, чтобы железной дороге нечего было возить. То есть, склады с боеприпасами, склады с горючим, склады с техникой, размещение личного состава и так далее. И я так понимаю, что в ближайшее время будет уничтожен сам Крымский мост для того, чтобы перерезать эту артерию в плане снабжения. Тогда вся эта железная дорога становится бесполезной. Ну, я думаю, что если будет такая необходимость, то Генштаб примет решение и мы нанесем удар по этому мосту точно так же, как мы наносили в Чингаре. Там автомобильный мост мы разрушили. И тем самым создали проблему с снабжением южной группировки войск. Так что, всему свое время, видимо, не настал еще тот момент, когда в Генштабе должны принять такое решение по уничтожению этого моста. Ну что ж, на этом мы с вами вторую часть ответа на вопросы тоже закончим. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали в предыдущем видео. И первый комментарий сегодняшнего дня будет следующий. Ни в каком разе не претендую на правду и истину, но в Херсоне наши постоянно перекрывали им кисень, потому что они звезти пішли. Чи не можно так сделать на других направлениях? Может, это сберегло больше жителей наших защитников? Просто раздумы. Так мы это и делаем. Я вам уже который месяц пытаюсь объяснить, что мы сейчас на Запорожском направлении проводим именно такую же операцию, как на Херсонском направлении. То есть мы уничтожаем тылы, мы полностью разрушаем логистику и еще дополнительно уничтожаем врага на переднем крае. Лаптиноги полтора года истерят на украинских каналах, что и что в итоге? Бегство из Киевской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Харьковской областей, Херсона и острова Змеиный. Год толкотня в 10 километрах от Донецка и 10-месячная Санта-Барбара ежедневного взятия Бахмута. Городка 6 на 7 километров. Пойлось с ордером на арест, рынки сбыта, которые строили десятилетиями, спустили в унитаз. Добыча и продажа нефти упала на 46 процентов. Тупое зомбостадо в припадке патриотизма защищает родину, на которую никто не нападал, сдыхая в Украине сотнями тысяч. Однако, несмотря на эту реальность, роснацисты продолжают биться в агонии победобесия. Я думаю, что Путин невмисно смыкает НАТОвского тигра за вуза, влаштовывая провокации, потому что он рассчитывает на то, что НАТО не отвечает на провокацию. Зато для внутрішнього споживания он, небо, показывает силу. Тут можно пригадать уривок зведомой російськой басни «Ах, мойская знать, она сильная, разлаять на слона». Я думаю, что Российскую Федерацию не можно рассчитывать, как ревну НАТО по військовой силе. Если НАТО отреагирует в полную силу, Путин одразу же накладет собі в чемоданы. И бунт Пригожина яскраво подтвердює саме цю думку. НАТО залишить Путіна без армії. Перше, ніж Путин встигне придумати свою промову з нового уральського бункеру, куди ему навіть летіти кілька годин. Путин провокує НАТО вклюв виключно для збереження підтримки свого власного электорату, бо впевнений, что НАТО обмежится за непокоєння. Ну, как варіат, вполне имеет право на жизнь. Не согласен с Олегом Ждановым, что, чтобы выпускать массово бронетехнику или авіатехнику, да, нужен завод, который противник может разбить. Да, и то недавно директор Рейн Метал утверждал, что завод бронетехники в Украине будет несложно, надежно защитить. Но есть вооружения, которых достаточно в единичных экземплярах. Та же пусковая установка «Нептун» была одна и всего двумя ракетами, чего натворила. Единственная «Богдана» фактически вышвырнула оккупантов со Змеиного. А единичный экземпляр и в гаражах можно собрать, легко обеспечив нужный уровень секретности. Радиолокатор сантиметрового диапазона вообще на квартире или в частном доме можно собрать. Да, и на западе Украины есть горы. Что мешает, как в Иране, пробить тоннель, закрыть его многотонными дверьми, и фиг ему рашистское высокоточное оружие чего сделает. Открывай там завод и клепай ракеты. Или надводные дроны с торпедами-пачками. Вы что думаете, война будет идти 10 лет? Вы знаете, сколько стоит, точнее, сколько надо времени, чтобы построить завод в горах под землей? Тем более, Карпатские горы, они самые старые, и у них структура не такая, как в других горах, где можно пилить горы, и она монолитная. Нет. Карпатские горы очень неустойчивы. И они легко поддаются разрушению. Но это не важно. Важен сам процесс развертывания завода. Кстати, Нептун у нас, пусковых установок, целый дивизион. Там, по-моему, 12 или 16 пусковых установок. У нас ракет нет к Нептуну. И ракеты негде произвести в Украине. Все предприятия, которые были связаны, все подвергались бомбардировкам. А выносить куда-то производство его надо организовать. Ракету в гараже на колене не склепаешь. Там нужны процессы, которые требуют огромной точности, высоких технологий. Спаять сантиметровый диапазон радиолокатор можно на квартире. Спаять один. Сколько вы его будете паять с этими микросхемами? Или вы на транзисторах хотите спаять, как в старые добрые времена? Так он у вас будет размером больше этой квартиры. Это, ну, вы очень поверхностно так накидали лозунгово Давайте быстро ракеты, танки наклепаем и все остальное. Это не так просто для перевести экономику на военные рельсы. Для этого надо было в октябре вводить особое положение в стране, как переходное, как это было прописано в законе об обороне Украины. И начинать клепать танки. Вот тогда, да, тогда еще что-то можно было успеть. А сегодня, когда каждый день ракеты падают на голову, то их сбивать нечем. Немцы знают, что говорят. У немцев есть система ПВО, которая не может защититься. Поверьте, Рейн Металл притащит сюда даже для себя не одну батарею Патриота, которую возьмет в Бундесвере, которая там есть на вооружении. И она стоит сегодня в Польше. Развернутая бундесверовская батарея, точнее дивизион Патриот, развернута сегодня в Польше. Вот они одну батарею перекатят сюда, в Украину, и поставят над своим заводом. Да и да, они, конечно же, могут при таких условиях построить завод. Олег Владимирович, а как же вишенка на торте? Международный Олимпийский комитет официально исключил Россию и Беларусь из Олимпийских игр 24-го года в Париже в рамках своей продолжающейся реакции на вторжение в Украину. Да, это хорошая новость, что они не исключили. Не надо, неправильно. Международный Олимпийский комитет не направил приглашения для России и Беларуси. Там тоже еще те хитрые. Кстати, наша саблистка не пожала россиянке руку, и ее дисквалифицировали, сразу же дисквалифицировали, за неспортивное поведение с чемпионата мира. Пофиг того. Вот такая вот история. Девочка поступила, спортсменка поступила наша очень патриотично. Пожать руку. А видите, как комитет отреагировал. И они, кстати, выступали категорически против того, чтобы отстранять Россию и Беларусь. Поэтому не направление приглашения, это еще не отстранение от Олимпиады. Наш, кстати, комитет, Национальный Олимпийский комитет, тоже хитрую позицию занял. Он хочет разрешить нашим спортсменам участвовать в соревнованиях, где присутствуют российские и белорусские спортсмены, но выступающие не под флагом своей страны. Как расценивать такое? Подумайте. В Израиле военная команда не давала самую высокую оценку действиям вооруженных сил Украины в существующих реалиях. Поэтому не надо ля-ля, чмокают прибор по полной. Но, разумеется, пишут гадости под моим комментарием, чуть оторвавшись от прибора. Слава Украине, героям слава, слава нации. Тем, кому не нравится ход событий, никто не мешает усилить наступление личным участием, а не пустым трепам, журналюхам в том числе. Привет из Германии, слава Украине, украинцы, немцы с вами и весь цивилизованный мир. Победа будет за вами. Украинцы храбрый и неглупый народ. Бог с вами. Турция сбить могла российский самолет и ничего страшного не случилось. На полгода Россия отказалась от помидор, а потом все забылось и простилось. Ну, тут немножко другая конъюнктура в плане беспилотника американского и в плане Турции и самолета российского. Я, как и многие в США, в ярости от того, что отказал президент вам, героям вооруженных сил, героям ВСУ, нашими АТАКМС, Ф-16 и других средств дальнего поражения, позорище и убийство. Испытывая глубокий стыд, мы вас поддерживаем и донатим и молимся за вас. Благодарю за информацию. И из штата Техас, слава Украине, героям слава. В 2013 году перед Украиной стоял выбор. Или вступить в Евросоюз, или обратно. Украинцы выбрали Евросоюз. Но Диана оказалась очень мстительным и прилипчивым. Слава Украине и ее мужественному народу. Да, они нас не могут оставить в покое. Я из Днепра, относительно Южмаша. Есть знакомые там. Работают, если это можно так назвать, по очень сокращенному графику. Два раза в неделю выглядит такая работа, как будто приходят отметиться. Это уже давно так. И ничего не изменилось с началом войны. Очень многие уволились. Оставшиеся в шоке, что сейчас ничего не изменилось. На работе не работает ни КБ, ни ЦХ. И никому нет дела. Ну вот, видите, в Днепре ракеты прилетают. И, естественно, Южмаш не работает. Если один бывший плюгавый чекист, став президентом в течение 23 лет, не употребил огромные доходы на то, чтобы наладить промышленность, а поставил страну в зависимость от спекуляций ресурсами, то такой руководитель бездарен. Если бездарный человек не предвидел, что однажды спекуляциям придет конец, то он еще и дурак. Если в стране создается культ личности дурака, бездарности, а по сути больного человека, такая страна обречена. Да, склады боеприпасов это очень важно, но их еще нужно разведать. Есть не менее важная и очень чувствительная цель, расположение которой известно достаточно точно. Топливо-смазочные материалы, горючие смазочные материалы, нефтеперегонные заводы, топливо-хранилища, заправочные станции, нефтепроводы. Все эти цели есть в общем доступе. Создать топливный голод на всю возможную глубину поражения. Без топлива станет абсолютно вся военная техника. От танков до радиоэлектронных, до станций РЭП и штабных машин. Мы же боремся с ней, не только с эшелонами боеприпасов, но и с топливом боремся. Какая мировая война? Чем Раша собралась воевать? Силы США при желании сравняют их военные базы и всю инфраструктуру за пару часов. Я уже молчу, если вяжется НАТО. Остается только ядерная война, ибо обычным способом не победить. Так было и будет всегда, ибо очень сильная разница в качестве вооружения. Мы, кстати, в этом убеждаемся каждый раз. Война судного дня и шестидневная война в Израиле – это разные войны. В войне судного дня были огромные потери и реальная опасность потери независимости государства. Шестидневная война закончилась взятием Синайского полуострова, который потом вернули Египту. Спасибо за информацию. Слава Украине! Ну и вам спасибо за уточнение. Ну что ж, на этом мы с вами наш видеообзор сегодняшней по оперативной обстановке закончим. Как всегда, я благодарю вас за ваше внимание и ваше время, что вы досмотрели до этого момента. И те, кто еще не подписан на мой канал, я приглашаю подписаться. Тем, кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Отдельные слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжим верить в силу обороны Украины. Перемога наша! Слава Украине!